ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Джи Фу, Китай, 1882 Глава первая Когда меня похищают, это происходит не в каком-то переулке. Это происходит не посреди ночи. Это происходит не в тот момент, когда я оказываюсь одна. Когда меня похищают, мне 13 лет. Я стою посреди рыбного рынка Джи Фу в районе набережной и наблюдая, как дородная женщина загребает в кучу рыбешек сигов, похожих на маленькие лопатки. Женщина приседает на корточке, спрятав колени под мышками, и перекладывает рыбин так, чтобы наверху оказались самые лучшие. Вокруг нас дюжина торговцев рыбой делает то же самое. Их товар висит в сетях, и они извиваются. Под сетями стоят ведра для воды, стекающей с рыбьих тушек. Земля блестит от воды, льющейся с еще живых рыб. Когда они вертятся в воздухе, то сверкают, как серебряные петарды. Здесь повсюду пахнет сыростью. Кто-то кричит. «Красный луциан, свежий, прямо из Джилийского залива». Другой голос громче, ярче перекрикивает. «Настоящий акулий плавник, для повышения потенции, улучшения кожи, придаст энергию вашему маленькому императору». Эти слова — поэзия для всех домашних слуг, которые пришли на рыбный рынок за покупками для своих хозяев. Их тела бьются и трутся друг об друга, стремясь на голос, что кричит про акулий плавник в надежде на награду, повышение в должности, благосклонность. Все это зависит от качества акульево плавника. Пока остальные шумят, я все смотрю на женщину с рыбой, которая продолжает перекладывать свою кучу. Ее товар не висит в сетях, как у других. Он разложен на брезенте. При перекладывании некоторые рыбины соскальзывают с вершины кучи на край брезента. Там они уязвимы и оставлены без присмотра. Голод давит на стенки моего желудка. Было бы так легко схватить одну рыбку. За то время, пока я подберусь, схвачу самую дальнюю от женщины тушку и убегу, она едва ли успеет подняться на ноги. Я ощупываю серебряные монетки в карманах штанов, а потом позволяю им упасть обратно за подкладку. Эти деньги нужно беречь, а не тратить на какую-то снулую рыбу. Я просто стащу одну или две, ничего такого, что она не смогла бы наверстать на следующий день. Океан изобилен, но к тому времени, как я решаюсь, торговка рыбой меня замечает. Она сразу понимает, кто я, видит ненасытность внутри моего ноющего желудка, настойчивость, которая опустошит все, к чему прикоснется. Мое тело предает меня. Оно худенькое, как тростинка. Она узнает то, что видит во всех беспризорных мальчишках, осмеливающихся проскользнуть на рыбный рынок. И прежде чем я успеваю отвести взгляд, оказывается, передо мной тяжело дыша. «Чего надо?» Ее глаза прищурены. Она размахивается, ее ладони размером со сковородку. Я уклоняюсь от одного, потом от двух ударов. «Пошел, пошел!» кричит она. Позади нее в своей куче ждут блестящие сиги. Еще есть время, чтобы схватить несколько штук и убежать. Но остальной рынок уже обратил на нас внимание. «Я вчера видел здесь этого пройдоху!» кричит кто-то. «Хватай его, и мы зададим ему хорошую порку!» Торговцы рыбой поблизости ревут в знак согласия. Они выныривают из-за своего товара и образуют баррикаду вокруг меня и женщины. Не стоило тут задерживаться, думаю я, когда их плечи смыкаются. Мне придется долго объясняться с наставником Ваном, если я когда-нибудь вернусь домой, если мне вообще разрешат остаться дома. «Ловите его!» Радостно кричит кто-то еще. Женщина делает выпад вперед, раскинув руки. Ее десны цвета гнили. Позади нее лица торговцев рыбой наполняются предвкушением. Я закрываю глаза и готовлюсь. Но того, чего я ожидаю, не происходит. Вместо этого на мое плечо опускается что-то тяжелое, теплое и уверенное. Я открываю глаза. Женщина замерла, раскинув руки. Торговцы рыбой делают дружный вдох. «Где же ты был?» Говорит голос. Он льется сверху. Он как мед. «Я тебя повсюду ищу». Я поднимаю голову. Мне улыбается худой мужчина с большим лбом и заостренным подбородком. Он молод, но двигается так, словно несет в себе вес кого-то старше. Мне доводилось слышать рассказы о бессмертных, спускающихся с небес, о драконах, что превращаются в хранителей, которые принимают вид людей, о тех, кто защищает таких, как я. Мужчина подмигивает мне. «Вы знаете этого негодяя?» выпаливает торговка рыбой. Теперь ее руки свисают вдоль тела красные и покрытые пятнами. «Негодяя?» смеется мужчина. «Он не негодяй. Он мой племянник». Торговцы рыбы вокруг нас ворчат и начинают расходиться, возвращаясь к оставленной без присмотра рыбе. «Сегодня развлечения не будет». «Красный Луциан! Красный Луциан!» снова предлагает первый голос. «Но торговка не верит мужчине. Я это вижу». Она смотрит на него, потом на меня, пытается заставить меня отвести взгляд. «Нечто в ладони на моем плече, в ее спокойном тепле, говорит мне, что если я отведу взгляд, мы не сможем покинуть это место. Я продолжаю смотреть на женщину, не мигая. Если у вас проблемы, продолжает мужчина, «Можете поговорить с моим отцом, господином Энном». И тут будто мужчина произнес какое-то заклинание. Торговка рыбой первый отводит взгляд. Я моргаю один, два, три раза. Внутренняя сторона век соднит. «Прошу прощения, брат Энн», говорит она, клоняясь. «Здесь темно, а от рыбы у меня мутится в голове. Я пошлю наставнику Эну свою лучшую рыбу, чтобы исправить эту ужасную ошибку». Мы уходим с рынка вместе. Я и этот высокий подмигивающий незнакомец. Он держит руку на моем плече, пока мы оба не оказываемся на улице. Стоит полдень, и солнечный свет окрашивает все в оттенки зеленого и золотого. Мимо нас проходит торговец со свиньей на поводке. У нее покачиваются соски. Мы находимся в той части набережной в Джифу, где живут иностранцы. Над черепичными крышами и британским консульством к далеким холмам тянутся зеленые поля. За спиной слышен хлопковый рокот пляжа. Морской бриз окутывает нас своим длинным выдохом. Воздух здесь насыщен солью. Все вокруг впитывается в меня, а я впитываюсь в него. Я прихожу сюда, потому что тут всегда есть чем поживиться. В местах, где ходят иностранцы, я нахожу серебро, вышитые платки, упавшие перчатки. Все эти легкомысленные вещи, которыми жители Запада украшают свои тела. сегодняшний день принес мне две серебряные монетки. Они звенят в моем кармане рядом с четырьмя монетами от наставника Вана. Можно сказать, что сегодня у меня в руках настоящее богатство. Я осматриваю странного, подмигивающего человека при дневном свете. Кажется, он богат, но одет не так, как другие виденные мной богачи. Вместо шелкового халата — чиншаня. Он носит белую рубашку с блестящей тряпицей, свисающей с шеи. Его тяжелые черные кафтаны распахнут, они застегнут до самой шеи. И штаны на нем узкие. Страннее всего его волосы. Они не заплетены в косу, а коротко острижены. «Что думаешь, племянничек?» — говорит мой спаситель, все еще улыбаясь. «Я девочка. Выпаливаю я. Не могу сдержаться». Он смеется. Солнечный свет отражается в двух желтых зубах. Я думаю про сказки, где у людей желтые зубы, которые выросли из кусочков золота. «Я это знал», — говорит он. «Но в данном случае нам обоим пошло на пользу, что ты прикинулась мальчиком». Он осматривает меня. Его глаза полны решимости. «Голодная? Ты тут одна?» «Где твоя семья?» Я отвечаю ему, что да, я голодна. Мне очень хочется, чтобы он проявил ко мне свою милость. А еще я тоже хочу кое-что спросить у него. Например, «Кто вы такой? Откуда вы взялись? Кто такой наставник Н? И почему торговка рыбой так резко отстала, когда вы назвали его имя?» «Позволь мне рассказать тебе обо всем», — говорит он, снова кладя ладонь мне на плечо. Он предлагает мне поесть лапши. Дальше по улице есть хорошее место. Что-то подсказывает мне, что к этому приглашению нельзя относиться легкомысленно. Я киваю и застенчиво улыбаюсь. Этого ответа достаточно. Он уводит меня от рыбного рынка, и мы вместе идем по улице, минуя почту, три иностранных консульства и церковь. Прохожие бросают на нас взгляды, прежде чем вернуться к своим делам, на мгновение пораженной странной парочкой отца и сына. Один одет как персонаж из театра, а другой — бледный и пугливый. За нашими спинами пенится океан. У каждой лапшичной, которую мы проходим, я спрашиваю своего спасителя. «Это она?» У каждой лапшичной, мимо которой мы проходим, он отвечает. «Нет, маленький племянник. И еще не совсем. Мы продолжаем идти, пока я не перестаю узнавать, где мы находимся. И когда останавливаемся, я осознаю, что мы никогда не окажемся в лапшичной». Шел первый день весны. Лапшичная племя